Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и сегодня я отправляюсь в однодневное путешествие из Буэнос-Айреса на водопады Игуасу, одно из семи природных чудес света. И да, это путешествие можно совершить за один день. Утром на самолете вылететь на Игуасу, а вечером вернуться. Что вы можете увидеть за этот день. Погнали и увидим. Национальный парк Игуасу расположен на расстоянии 1500 километров от Буэнос-Айреса на крайнем серево-востоке Аргентины, там где сходятся границы трех государств Аргентины, Бразилии и Парагвая. И к самим водопадам можно попасть, если вы сначала преодолеете на самолете два часа, затем на авто и в самое сердце национального парка ходят вот такие вот забавные туристические паровозики. Национальный парк Игуасу находится в зоне субтропических джунглей, поэтому сразу при входе в него вас встречают интересные экземпляры местной флоры. На территории национального парка произрастает более 2000 видов растений, некоторые из которых за пределами парка вы больше нигде не увидите. Национальный парк Игуасу это как абсолютно другая планета, планета воды, грохочущих со всех сторон и у вас под ногами водопадов. Попав сюда, вы попадаете в абсолютно другую реальность. Цепь водопадов Игуасу состоит из 275 каскадов воды, падающих с высоты 60-80 метров. Стена этих водопадов растянулась практически на 3 километра, говоря, что первая леди США Элеонора Рузвельт, впервые увидев водопады Игуасу, сокрушенно воскликнула. Бедная Ниагара, пусть это и не патриотично, но абсолютно честно, не оценить могущественную красоту этого чуда природы просто невозможно. Чтобы немного представить вам масштабы этого водного мира, назову вам всего одну цифру. В сезон дождей водопады Игуасу проливают до 13 миллионов литров воды в секунду. Ведь именно поэтому на языке местных индейцев Гуарани Игуасу означает «большая вода». Водопады Игуасу образовались на месте геологического разлома примерно 150 миллионов лет назад, и ежегодно под действием эрозии воды они отступают примерно на 1 метр в год. Но у местных индейцев Гуарани на этот счет, как образовались водопады, есть свое особое мнение. Согласно местной легенде, однажды речное божество в виде змея влюбилось в прекрасную девушку Наипи и задумалось сделать ее своей женой против воли красавицы. Поэтому Наипи вместе со своим возлюбленным воином Таруба попыталась бежать на каное по реке, где сейчас и находятся водопады Игуасу. Игуасу рассердившись, могущественный бог ударил своим мощным змеиным хвостом и проломил реку, сбросив влюбленных в бездну вечности, в которой они и по сей день пребывают. Какая версия вам больше всего нравится образование водопадов с точки зрения геологии или легенды местных индейцев, выбирать, конечно же, вам. Животный мир национального парка Игуасу очень разнообразен. На его территории обитает 70 видов млекопитающих, 400 видов птиц, 40 видов рептилий и сотни видов бабочек, многие из которых уже попадались сегодня в кадр. Но, а среди всех млекопитающих наиболее часто встречающиеся здесь, это коати или насухи. Они совершенно не боятся туристов, поэтому именно их вы обязательно встретите. Ну, а если углубиться в джунгли, то встречи могут быть и более интересными, так как здесь водятся оцелоты, капибары, топиры, гигантские муравьеды, бразильская выдра, пума, парагвайский кайман и много-много других экзотических видов животных. Любоваться каскадами грохочущей воды в окружении тропических джунглей можно бесконечно. Но, чтобы закрепить и поставить такую вишенку на торте в ваших впечатлениях о посещении Игуасу, обязательно на лодке подплывите к водопадам, чтобы искупаться под этим натуральным душем. Впечатления останутся на всю оставшуюся жизнь. На территории национального парка Игуасу обитает около 40 видов рептилий. И если вам улыбнется удача, то можно встретить вот таких вот огромных ящериц с размером почти 30 сантиметров, которые называются Тейл Тарагуй. Какие-то у них брачные игры, по всей видимости, здесь происходят. Ну или вот такую огромную ящерицу почти с полметра длиной, а может даже и больше, который называется аргентинский черно-белый Тегу. Очень похож на варана или можно спутать с игуаной, но это не первое и не второе. Это именно черно-белый Тегу. Если же вы решите задержаться в национальном парке Игуасу более чем на один день, то рекомендую вам выбрать отель Миле с вот такими шикарными видами, с бассейном, в котором вы будете купаться и наблюдать за водопадами Игуасу. Но правда этот отель стоит недешево, от 500 долларов за ночь, но на бразильской стороне вы найдете и более доступные варианты. Выбор всегда остается за вами. На этом наше сегодняшнее путешествие к одному из семи чудес света закончилось. Это был день полной эмоций. Если вам понравилось, не забывайте вон там вот внизу поставить лайк. Напишите комментарий, даже если вам не понравилось. И жду вас в мои авторские туры по Аргентине. Приезжайте. Вместе будет весело.